Всем привет дорогие друзья, с вами Погас. Немного поиграв о второй Котор, я снова задался вопросом про происхождение некоторых персонажей. Один из них, загадочный темный лорд ситхов Дарт Нихилус, ладыка голода. Для тех кто не знает или забыл, напомню, что он один из главных антагонистов игры, разыскивающий изгнанницу. Известен тем, что у него некий голод силы, из-за которого он страдает, и выпивание жизни с планет или некоторых существ насыщенной силы, является временной панацеей для него. Откуда он появился точно неизвестно. Известно то, что он был джедаем, воевавший на стороне Ревана и республики в период Мандалорских войн. И в последней битве при Малакоре 5, находясь на планете, джедай попал под действие супероружия генератора массовых теней. Он выжил, но стал так сказать силовым наркоманом. Один из создателей игры, Крис Авилон, сказал о нем. Личность Нихилуса никогда напрямую не раскрывалась Котор 2. Имел ввиду лишь происхождение, но не имя. Если оно и имеет смысл. И то, что я скажу, не канон. Персонаж появился, когда раскололся Малакор 5. И вообще Нихилус был задуман как другая половина изгнанницы. Задуман как тот, кто принял более самоубийственный путь. А не стал отсекать себя от силы в ходе последней битвы Мандалорских войн. Хоть Авилон и сказал, что его слова не канон, но имеется доля истины, согласитесь. У меня возникло предположение о том, кем мог быть джедай, ставший владыкой голода. Да, он мог быть реваншистом и воевать против Мандалорцев. Это факт. Но вполне может быть, что он был ученым, специализировавшийся на поисках артефактов, возможно, ситского происхождения. Да, отсылка к завету джедаев из комиксов, члены которого тем же промышляли. Не будем об этом. И тут однажды на Малакоре 5 джедай нашел нечто похожее на маску. Откуда могла быть она? Посмотрите, на что она похожа. На череп гуманоида. Готов поспорить, что это череп древнего лорда ситхов, принадлежавший одноименной расе. И использовавший технику Дарта Ндэду, после смерти он частично сохранил свой разум в черепе. И ученый, нашедший маску, был поглощен этим духом. Супероружие сработало, и наш герой выжил. Но теперь в теле живут две личности, и постепенно личность джедая угасала, и ее осадки слились с призраком древнего лорда. Отсюда объясняется то, что Нихилус говорит на ситском языке. Сравните Галакорна Эйтрис и Гула Ситха. Совпадение? Не думаю. Да, это аналогия с Кольцом Всевластия и Голумом, в котором жили две личности. Сам он и смегал Хоббит, каким он был до получения Кольца. И кто знает сериал «Время приключений», там один из главных героев, «Ледяной король», когда-то был человеком с Эймоном Петриковым, который нашел корону и стал медленно превращаться в ледяного. Одна личность заменена другой, с поглощением первой. Так же и с Нихилусом. В конце концов, тело джедая окончательно пришло в негодность, и дух лорда ситхов, пытаясь как-то еще существовать, закрыл себя в броню, а маска стала ее источником, проводником. В итоге, изгнанница сразила Нихилуса, и могла позволить своей спутнице Визасмар, бывшей ученицей ситха, снять маску и посмотреть в лицо. Ничего не осталось. Скорее всего, маску забрала изгнанница, и джедаи, возможно, спрятали ее, подозревая, что дух Нихилуса найдет другое тело. Возможно, предвидев провал, Нихилус заточил свою частицу в Голокрон, фактически скопировав метод Дарта Андыду. И этот Голокрон появился в Золот Репаблике, и в конечном итоге попал в руки Дарта Крайта, когда он пытался выведать секреты бессмертия. А что с маской? После смерти Нихилуса, она каким-то образом очутилась на планете Волик, среди обломков космического корабля. Ей тогда бытовала легенда, что она могла дать чувствительность к силе, и совратить на темную сторону. И некий Колон Эйсла, нечувствительный к силе фанат ситхов, вознамерился найти ее. Быть может, дух древнего лота ситхов, находящийся в маске, нашел новую жертву? И быть может, новый Нихилус вернется? Как вам теория? Пишите в комментариях. Всем спасибо за просмотр, и да пребудет с вами Сила! Субтитры создавал DimaTorzok